В этой песенке Атамана Платова я начну вот такой маленький цикл, точнее, фрагмент с цикла песен, написанных в спектаклю по произведениям Лескова и Замятина Левша. Точнее, у Замятина это произведение называется «Блоха», это театральная игра, а Лесковского Левшу, я думаю, что большинство из нас читали в нежном юношеском возрасте и еще как-то немножко помнят этот сюжет, который завязывается таким образом. Александр I во время своего вояжа по Европе уже в качестве императора-победителя получает в дар в Лондоне от англичан механическую, мелкоскопическую, плохую. При этом Платов присутствует в качестве сопровождающего, такого ординарца, герой Отечественной войны 19-го года, герой суворовских походов, просто герой, в конце концов, просто колоритетная личность Платов. И он сопровождает императора, и императору преподносит блоху, которую можно рассмотреть только в мелкоскоп, как Тульского написано. И если в его брюшное отверстие вставить ключик и повернуть, то блоха танцует в танце с двумя верояциями. Вот эту самую блоху Александр I привозит в Россию, умирает, в казну поступает блоха, и вот уже при Николае Павловиче братья Александра I блоху из казны изымают. И тогда вызывает снова Платова, и Платов везет эту блоху в Тулу, для того, чтобы тульские мастера подвергли пересмотру английскую диковину и превзошли в своем мастерстве английских мастеров. В Туле, мастер, которого мы все уже знаем, левша, молодой человек, согласно вискову, недавно еще вышедший из учения, отчего на висках у него повыдерганы волосья. В целом он напоминает вполне такого современного панка. Если мы хотим представить себе левшу, мы должны представить себе группу Клэш или группу Секс Пистолс, или в крайнем случае аудиторию группы Король и Шут, ну что-то вот такое, и мы увидим общему левшу, потому что левша, он очень добрый, хороший, православный панк с сердцем Арстамата. Есть только два, ну точно два молодежных антеграундных движения, которые близки русскому сознанию, это панки и растаманы. Друзья мои, хиппи и разные прочие металлисты, это все не наши, не имеют на реальных корней на российской почве, это все придумки и питерских интеллигентов, и люпан интеллигентов. Но вот панки и растаманы — это настоящее российское явление. Куда ни посмотришь, мы увидим представителей этих движений, даже если они об этом не знают сами. Если технически, если с головой, можно сделать ларчик, ларчик заводной. Если человек ключик повернет, ларчик заиграет, ларчик запоет. Ша-лу-ла-лу-ла-лу-ла ключик повернет, ларчик заиграет, ларчик запоет. Ша-лу-ла-лу-ла-лу-ла ключик повернет, ларчик заиграет, ларчик запоет. Если технически, если с головой, можно сделать садик, садик заводной. В нем садов ключик повернет, Ветка закачается, птичка запоет. Ша-лу-э-лу-э-л, мой ключик повернёт, ветка закачается, птичка запоёт. Ша-лу-э-лу-э-л, мой ключик повернёт, ветка закачается, птичка запоёт. Ой, технически с головы любою, непонятно в сердце, Крючек повернёт, и оно волнуется, и оно поёт. Ша-лу-э-лу-э-л, мой ключик повернёт, сердце волнуется, сердце поёт. Ша-лу-э-лу-э-л, мой ключик повернёт, сердце волнуется, сердце поёт. И стоишь, как будто видишь первый раз Садик в ней забудка, холодись, алмаз Прогони и стопу выйти за водой Из ларца и стопу садик за водой Шалу-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok